Вдохновение сказал, называет его Господом, когда он Сын. Сказали на это ему. То есть Господь говорит по вдохновению. Начинаешь когда задумываешься, а какое Господу вдохновение нужно? А какое Давыду нужно было вдохновение? Вот это-то слово как раз сегодня почти не упрямляется. По вдохновению это поэт написал что-то, художник, композитор. А по вдохновению Слово Божие как сказать? Когда говорил Давид, знал ли он, что это по вдохновению говорит? Я очень в этом сомневаюсь. Господь берет в оружие, кого избирает, и дальше человек даже не знает, что сказал это в пророчестве. Каяфа, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Христу умереть надо за грехи всех людей. Откуда бы ему это было знать, когда он враг Христов был? Бог это делает. Значит, это тоже надо в молитве говорить, Господь, забуду я твоим избранным сосудом. Чтобы что-то у нас было по вдохновению. Не по научению. Он нужен читать молитвы. Я их вычитал. Как? Правила утренние, правила вечерние. Высчитаю. Хорошее дело. Я вычитал. А молился или нет? Вот слова по вдохновению, это то самое, что приемлет Господь. Их надо искать. Вот для чего эти семь молитв, семь минут у нас в полной тишине задумываемся. Для чего нужно примириться? Потому что в сердце все время какая-то скорбь, печаль, давление, если ты на кого-то имеешь или на тебя имеешь. А когда он чисто встал, ни на кого ничего не имеешь. Ну, на меня если имеете, они совершенно несправедливо, ни нашего круга люди. Это понятно. Там коммунисты или евреи, мусульмане, они могут иметь. Но речь идет о том, что брат твой имеет. И вот слово вдохновение, оно ставит других в тупик. Я стал рассматривать, когда и думаю. Вот читали псалмы Давида, еврея, до Христа тысячи лет. Ведь это не два дня. И ни один не подумал, что здесь кроется какая-то тайна. Сказал Господь Господу моему. А как он может сказать ему? Господом назвать, если он его сын. И сразу остановились. Это означает, что он старше и выше. Ну, Господином кого называет? Ну, не сына же своего, Господином. А сын может назвать, жена может назвать. Значит, в этом была тайна, что Христос имеет в себе два начала. И Бог, и человек. И вот по божеству он ему как Господь. А по человечеству получается, что он ему сын. Они этого не понимали. И апостолы-то вначале ничего этого не могли понять. Я тоже к себе прикидываю. Ну, что он высокий Христос, славный, я это принял. Но что со мной сидит за столом, разговаривает Бог, сотворивший вселенную, не знаю. Я с евреями говорил, вы согласитесь, что это было трудно, невозможно. Так, да. Сегодня у меня это легко воспринимается. Потому что он вознесся, его не видно. Я ему молюсь. И он мне не мешает, Христос, никак. То есть мои привычки он нигде не портит. Ну, в общем, со Христом можно ужиться. А когда он рядом там был бы, как? А когда его нет, да. Мы, говорит, любить умеем только мертвых. Ну, Христос, он умерший был, воскрес, и его нет. Сегодня мы к нему относимся как к Богу. Почему апостол Павел говорит, если мы знали раньше Христа по плоти, то отныне не знаем. Ты знали Христа, который плачет, жажду сказал, алкогол у колодца ждал, когда ученики хлеб купят. Спал на возглаве, то есть он был усталый, спал. Это натуральное все. Вот это мы знали Христа. А сегодня-то мы такого не знаем. Но в том Христе по плоти увидеть Бога, это невозможно. Вот почему Златоуст это открыл. Что он запрещал говорить о нем, что они видели на горе преображения. Господи, это же чудо было. Не надо говорить. Никто в это не поверит. А если поверит, потом, когда увидишь, что я распинаемый, да Бог не распинается, Бог не умирает. Вот и так понятно, как Бога можно? Он Бог недосягаемый. Ему нет ни места, ни причины. И поэтому до времени не говорите, доколе я не воскресну. А когда воскресну, теперь на этом уже факте можно будет все остальное сказать. Смысл-то вот в чем. Что превознеся Его как Бога, ну зная как Бога, и вдруг, видя, что Он умирает, я бы тоже соблазнился. Хотя у меня вера, я думаю, безызьяная вера в тему, что в Писании есть. И хорошо, что я думаю, живу я спустя две тысячи лет после вознесения Иисуса Христа. Какое благо! Во мне сомнений не было ни одной секунды. И ты себя проверяй. Я не боюсь про это сказать, потому что это действительно так. Притча 16.10. Я о вдохновении хотел поговорить. Часто ли нас посещает вдохновение? Можем ли мы искать его? Вдохновенные слова говорить перед Богом. Изысканные. А может быть самые простые, но необычные. Вот когда читаешь у Горького рассказы два Бога. Как бабушка молилась и как дед. Дед строго учитывал каждое правило буквам букву. А бабушка, она Господи, миленький, дорогой мой, сладенький мой. У нее такие слова находились. Ну как будто с Богом так и не разговаривали. А он видел два Бога. И после, он говорит, когда я вырос уже, стал посещать синагогу иудейскую. Я понял, дед молился как истовый старый иудей. Хотя он православный. Слово в слово нигде нельзя. Я, если одну букву не так сказал, беда. Вдохновенное слово в устах царя. 16.10. Трича. Ну я не знаю ни одного царя по истории, у которого слово было бы вдохновенное. Где оно? Что он имел в этом ввиду? Вдохновенное на помилование. Да будет во имя Христа, прощаю. Вот это может быть. А где? Вдохновенное на смерть? Нет. Указы какие-то он издает. Ну а где оно слово-то у царя вдохновенное? О чем он говорит? Простое слово. А когда вдумаешься, здесь тайна. Видимо, вдохновенное слово царя было такое, чтобы все люди свободно веровали, шли ко Христу. Чтобы церковь не отягощали налогами или что-то такое. То, что прославляет Бога и небо. Встречаешься с сектантами, уж какие они вдохновенные. В руках Библия, пляшут, прыгают, обнимаются. Ну столько у них любви. Вот заходишь, как будто бы они ничем не занимались, а только сидели, в окошке выглядывали, когда я приду. Прям кинулись, тебя обнимают. Дорогой брат, да ты пришел, первый раз меня видят. Я в другом городе. Как будто все они меня ждали. Ну вот сели беседовать. Но я не соглашаю, я стал доказывать им. Мгновенно все зачерствели, потемнели, отступили. Никто к нему не подходить. И тут же вышел префитер. И даже близко ко мне никого не подпускают. Я нашел ответ. Осия, пророк, 9 глава, 7 стих. А уж они показывают, что это по вдохновению, на разных языках говорят. И говорит, безумен, выдающий себя за вдохновенного. Безумен. Ну выдаёт себя, у него нет ничего, а он экстасно гоняет, они начинают говорить, надуваются слова. Я знаю, как это задерживает дыхание, зажимает на озрю, на пупок смотрит, как у монахов. Пупоумие говорит. Это тоже вдохновенный. А там монахи этим занимались на Апоне. Это не слово вдохновенное. Вдохновенное слово это осознание себя орудием Божьим. Ты полностью доверился Богу. И тогда нет для тебя никаких авторитетов. Меня в этом часто упрекают. А это может быть моим оправданием на суде. Я никогда, нигде, если я скажу, а ему не понравится. Я вообще как будто бы вне этой сферы, а так мой Бог сказал, как Михей говорил. Что нужно, то я скажу, что Бог сказал. Вчера сказал и сегодня скажу. Об этом надо молиться. И тогда он сказал вдохновенное слово. И это слово потрясло. Это слово загнало его в тюрьму. Я видел Господа. И перед ним стояли разные служители. Все слушают. Что же он хорошего скажет. И Господь сказал. Как увлечь старя Ахава на погибель? Говорил обо мне нехорошее? Говорит. Ахав, то он сидит трясется от злобы. Я говорил один так, другой иначе. Разные планы. Один дух вышел и сказал, я войду в уста всех пророков, всех священников, артилиев, духом лжи. И Господь сказал и сделает. Знаете, на небе какое-то совещание, заседание. И Бог позволяет. И ни один не догадался. Вчера правду говорили. Вчера молились, благословляли, духу полагали. Сегодня во всех духах лжи дано. Ну что, весь вселок. Ты слышал меня? Все дали до единого. И один только михей пророк остался неповрежденный. И ему Бог это показал. Они ничего не видели. И вот теперь слово вдохновенное. А почему? Питались от царского стола, а они что-то получали. Это все-таки подарки заграждает уста обличающих. Ну как же он мне помог, а я теперь буду его обличать. Это вообще. Надо очень быть осторожным. Деяния. Вторая глава, четвертый стиль. Исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Признак вдохновения это говорение на доступном языке, на всех языках. В православии когда это было? Я не говорю об апостольских временах. Когда? Вот это слово вдохновения, когда Господь побуждает сказать, и чтобы люди тебя поняли. Это может быть на русском языке, и какой ты язык знаешь, какому народу Бог пошлет. Или Бог дает это. А язык знать это не только язык на речи. А это знать к сердцу ключик. О чем именно заговорить? Мы были в доме инвалидов. Я свидетельствую, а тут собрались люди. И вот один мужчина подходит, такие скабренности, говорит. Они все сданы здесь, никого у них нету. Он пакости говорит. И из-за одного я могу лишить всех. Тогда я повернулся к нему. Он на ногах стоит, нормально ходит. Скажите, а у вас родственники есть? Да. А когда они вас в последний раз посещали? Я не ожидал, что будет. Он отвернулся и заплакал. Он сдан родными, сыновьями здесь. Это самое больное место Бог указал. Мне пришлось с себя, что было на меня, а у него холодно было отдать. Вот, слава Божия. И тогда дверь открылась. И когда он не пришли туда, он всегда уже ждал. Одно слово. И Бог открыл дверь. Вот это слово вдохновенное, чтобы мы его искали. Мы его не знаем. Откуда бы я знал, что он... Это самое больное место. Просто, выходя из дома, все время надо просить, что Господи, Дух Святой, пусть покажет, где двери для Слова Твоего откроются. И вот люди, которые пришли со всех стран мира, они услышали благую весть. Евангелие от Луки, 2 глава, 27 стих. И пришел он, на тот день встретили Симеон, по вдохновению в храм. Вот в словаре объясняется, вдохновение это творческий подъем, прилив творческих сил. Ну, в духовном плане это другое. Он пришел по вдохновению, Дух его побудил. Год, два, сто, все ровесники умерли, и он приходит. А если обрезали всех до одного, это со всего Израиля, и трещь шла о миллионах, о сотнях тысяч, сотнях тысяч. Как вы знаете, кто он, Христос? И вдруг, может быть, и домогал, я так думаю, и вдруг Дух как бы говорит ему, нет, Симеон, сегодня ты должен быть в храме, пришел, смотрит, и вдруг заходит Дева Мария с Иосифом. И Дух сразу сказал, он. И он сразу подошел, никто ему не указывал, никакой этикетки, плаката не было, и взял на руки, ныне отпущаешь, я уже устал жить. Это по вдохновению. Мы должны в храм идти по вдохновению, на благовестие по вдохновению, в Библию брать по вдохновению, иначе труд не имеет никакой силы. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Смотрите, одно слово, сколько нам открывает. Давыд сказал по вдохновению, и мне кажется, мои мысли, что он этого и не понял, потому что никакого толкования, ни зигамена, никого тогда не было. Но он сказал, сказал Господь, что он имел в виду, его будут спросить-то. И ни один учитель из Равиих не знал, вдруг Христос задает вопрос, а они вступили, как-то могли не задуматься. И оказалось, если он ему сын, говорит, сын, если родится Христос, а как он его Господом называет, сына? А в самом деле, как? А кого он называет? Да он же Бог. Он истинный Бог, сошедший с неба. Евангелие от Иоанна 12, 49. Ибо я говорю не от себя, но пославший меня, Отец, Он дал мне знать, что сказать и что говорить. Он дал заповедь, чтобы мы говорили то, что в заповеди Божией. Он дал, нам дал, напряг и через Слово Божие. Куда бы ни пошло, я вам помните, я говорил, чтобы у каждого с собой был новый завет. Сделайте так, чтобы он с вами всегда был. Мы обязаны этому. Быть может, у мертвого тела нашего будет найдено, и кто-то обратится. Быть может, через этот новый завет душа какая-то преступная тронется, придет к Богу. Как в рассказе говорится. Второе Тимопею, 3 глава, 16 стих. Все писание Бога духовновенно и полезно для научения. Ты ищешь вдохновение, читай Слово Божие. И когда дойдешь до такого стиха, который так тебя вдохновит, хочется встать и сейчас просить сказать. В моей жизни случалось такое, я просто обращаюсь, я это испытал, сижу, занимаюсь конспективой златоустов. Думаю, такое слово, никого нигде нет. Я выбежу на крыльцов, постою, посмотрю, люди, машины идут. Господи, ну кому бы это мне сказать? Я не могу в комнате удержаться. Это такое сокровище. Почему святее православной веры-то ничего нет? Все здесь, все святые отцы, все правила, нам все дано, так и надо это знать. Знать и исполнять. Второе Петра 1,21. Потому что никогда пророчество не было произнимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Вдохновение от чего? От Духа Святого. Господи, дожми Духа Святого, прийди и селися вны, и очисти нас от всякой скверны благии. Вот это и есть вдохновение. И тогда слово наше, по вдохновению сказанное, будет запоминаться, будет приносить в какой-то слот. Мне неоднократно приходилось слышать от людей, просто я ненароком, как бы думаю так, обронил слово, проходят годы, больше десяти лет. И он встречается и говорит, я как сегодня, помню, вы говорили, вот выступали в милиции, и вот как-то застряло это слово. Слово Божие, я ему еще раз напоминаю, если есть Новый Завет, да, тебе людей являлся склонным рюкзаком Новых Заветов. Всегда, в любую школу, целый рюкзак нет. Я еще раз напоминаю вам, что нам угрожает этому месту что-то. Мы лишимся, может быть, многого-много, поэтому усилььте молитву. Никогда не прекращайте, всегда молитесь. Господи, это наша столовая, ты нас смел здесь, ты так много давал. Мы слышали вдохновенные слова Писания, вдохновенные слова Духа Святого. Исход, 17 глава, 14 стих. И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу. А для памяти, это значит для других потомков. Нам Господь это дает сегодня, запоминать, сказать, и просто, чтобы это было сказанное вдохновение. Один человек говорит, вот приехали к нам, говорят, а у нас там говорят проповеди, или идут занятия. Я сразу спрашиваю, а какие занятия? Ну, по слову Божию. А конкретно, какое вы место проходите, не могут назвать. Ну что, Новый Завет изучаете? Ну так, в общем, я вижу, что ничего нет. Но если проповедь была, ну о чем она была? Вот я сегодня говорю только о вдохновении. Вот сейчас о вдохновении. Конкретно одно слово. Запомни его, вдохновение. Мы должны быть вдохновенными, не сухарями быть. А то человек замкнутый, лично слово не скажет. Вдохновенный человек, он может быть таким, молчаливым, но слово сказанное им, оно несет на себе благодать Божию. Благодать слова его, живительную силу, оно семя есть, которое дает плод. Оно вдохновенно сказанное. Я говорю, дорогой ехал в поезде, включил пропаде песни послушать, магнитофон. Мужчина послушал меня один, как сегодня вот вижу, и говорит, а я не верю, что он говорит. Но я верю, что он верит. Вот это я поверил. То есть столько у него напора, вера, с такой он говорит искренностью, что понятно, он верующий, неверующий, без веры таких не бывает речей. Казалось, свисту славе небо являлось, дрожащая к небу руках поднималась, и слезы текли из потухших очей, как об эти слепом проповеднике сказано. Исход 34, 27. И сказал Господь Моисею, напиши это, слово напиши, касается вдохновенного, плохое писать не надо. Если это ничего не стоит, не пиши ни письма, ни открытки, ни поздравления. По телефону ли звонишь, слово должно быть вдохновенное и радостное. Не жалуйтесь на свои болячки, никому это не надо. Ты ведь хвалишься не болячками, ты хвалишься грехами, в которых жил человек. Вы дальше-то раскрутите. Плохая сноха, плохой сын. Так это говорит, потому что ты сына не воспитала, дочь не воспитала, они поэтому и взяли таких. Ты себя подрубаешь. Это самое лучшее, что дал Бог теперь. Теперь вдохновенное слово говорит. Хорошая моя сноха, она вчера меня выслушала целое предложение. Как я рада. Или зять, он вчера не ударил даже меня и выслушал, я ему сказала, наш Бог благ, Он любит тебя. И этим будешь довольны. Это слово вдохновенное будет. Откровение 19.9. И сказал мне ангел, напишись ей. То есть то слово, которое от Бога, оно обязательно должно быть записано. Вдохновенное. И ангел об этом говорит, и люди. Откровение 21.5. И сказал сидящий на престоле, напиши, ибо слова сии истинные и верные. Истинные и верные слова только в слове Божьем. Ну, Давыд говорит однажды, хорошо и приятно быть братьями вместе, как и лей на бороду. Так? Это все знают. И вдруг я считаю златоустом, он говорит, есть хорошее, но неприятное. И дальше доказывает, действительно так. А есть приятное, но нехорошее. А вот быть братьями вместе, и хорошо, и приятно. Так просто, он ничего не добавил. Все же, я думаю, слепой-то я этого не видел. Стал перебирать, и в самом деле, ну, приятно. Есть конфеты, а это нехорошо, и легко это доказать. А все-таки бывает, очень хорошее, это хорошее знание языка иностранного, а какое трусто здесь. Это надо день и ночь учиться. Ни одного дня пропуска не делать, значит, никого несет. А вот быть вместе, ничего для этого не надо. Быть надо дружелюбным, приветливым, нужным другом знать, всегда его на руках молитвы нести. И результаты молитвы и будут показаны сразу. Буквально сразу. Это примирение. Только помолиться надо, больше ничего не будет. Вот оболчиться человек, невозможно подойти. Только помолились к вечеру, звонит и говорит, прости, что попало, утром говорил. Даже не ожидал. Я его записал в разряд врагов. Перевел в молитве на первое место, чтобы за него за первое молитвы. Утром помолился, а вечером уже звонит. Это Бог. Это Господь. Иеремия 36, 17, 18. И спросили Варуха, как ты написал? И он сказал, вот он произносил Иеремия мне устами своими и все сии слова, а я чернилами писал их в этот свиток. А знаете, все свитки потом езро собрал. Новый завет получился. Он говорил, но мне нет вдохновения. Вдохновение в Писании, черпы. Не каждого Бог открывает. И Варуху Бог не открыл. Видите, он как сказал, рисует так, что он положил руку Иеремия на него и говорил. А он писал. Откровение Иоанна, это богослово. Писал Прохор. Жития говорит. А Иоанн говорил, Иоанн открыт, вот как апокалипсиски, очень удачно, апокалипсиски, вдруг он все теряет обстановку и сразу видит, там кони скачут, жертвы, и кровью переливается. Он все видит. И он говорит другому. Поэтому, то, что сказали апостолы, они как бы положили на нас руку, как мы вроде в роли Варуха. И в нас то же самое пророчество, и мы пророки вдохновенные. Мы возвещаем о пришествии Христа. Но пророчество не умирает. И кто несет его, ты тоже исполняешь ту же самую миссию. О том, что это именно так, и что нам нужно брать, об этом говорит Ладийкийский собор 59 правила, Карпагенское 33, Шестой Селенский 68, Апостольское 85, Ладийкийское 60 в 364 году. То есть, у канон церковно установлен, когда был. Подтверждался неоднократно. Новые книги добавлялись. И, наконец, вот эти 27 книг. Это все до одной книги вдохновенные. Я сегодня читал вдохновенную книгу. Апостолы писали «Будущее движим и Духом Святым». А когда ты считаешь, Дух переходит на нас вдохновенно. Я их принимаю верою. Как они писали, я понимаю, как иной раз страшные дела, как они молеют записывать. И третья часть народа будет побита на земле. Это называется третья часть. Один дробь три. А они видели трупы. Они видели горе матерей, страдания, дети, брошенное, голод. Они все это видели. Им просто показано было. Мы тех переживаний уже никогда не понесем. Ниеме 9.20. Господь говорит, «Ты дал им Духа Твоего благого, чтобы наставлять их». Вот и готовая молитва. Господи, дай Духа благого священникам. Я всегда молит Господи, да будет служение нашего священника вдохновенным, чтобы оно касалось сердца, потому что это рутинное, привычное. И однажды священнику сказали, так вот, как нужно сказать, ко всему привыкаешь. Он никогда не должен к этому привыкать. Он касается неба, поднимая руки. Через него мы получаем доступ прямо к престолу благодати. И поэтому служение его должно быть огненное. Иначе его не назовешь. Мы за священника дожили, с неделю все молитвы, и как он только приедет, чтобы Господи садил, и служение захватывало нас, чтобы мы все вошли в эту небесную миргию. Третье ездры, 14.42. Всевышний дорывал разум пяти мужам. Вот избрал их. И они ночью писали по порядку, что им было говорено, и чего они не знали. И они написали 40 дней, 94 книги. Ну, книга, может быть, свиток какой. И первое было положено открыто, то есть 24. А остальные, то есть 70, сказано было, сбереги их до последнего времени. И кто их прочтет, тот исполнится мудрости, и у него будет река знания и разума. О чем говорится, непонятно. Эти книги только написаны были в видимости, а при том придут, может быть, в толковании. Это уже в прообразах. Но факт говорит о том, что слова были вдохновенные, написанные, до времени сокрытые, и, может быть, они сейчас и приходят. Это открывает. Книги Товид, 13 глава, первый стих. И в радости Товид написал молитву в тихих словах. Благословляйте Бога, вечно живущего, и благословенно царствуй его вовек. Надо уметь писать руками, ногами, языком, глазами. Мы пишем истории своей жизни. Ты куда-то пошел, а Господь говорит, я считаю твои шаги на доброе дело. И Товид, когда ангел уже ушел, он написал такую молитву. То есть, молитва творчества всегда была в церкви. Нас приучили, вот молитва слов купили, все, даже на русский язык переведенное. Вы дома молитесь, ну, импровизируйте молитву. Вот о чем мы сегодня говорили. О вдохновении. Мне так этого не хватает. Как-то сухое все. Дай вдохновение, Господи. Если вечером нет, на утро перенеси. Вот, дай мне ощутить, что это такое вдохновение. Когда ты буквально переживаешь человека вместе, ты это видишь. Писатель, который пишет, как Виктор Югов, он слышал ржание коней, запах крови, пороха, как писал в Акарловском сражении. И мы должны войти в это по вдохновению. И тогда слово наше, которое будем говорить, оно воистину будет касаться людей. И так, от Давида это вдохновение, Господи, да будет на нас. Слово, сказанное святыми апостолами, да будет на нас. И чтобы родные и близкие наши услышали это вдохновенное слово и обратились к тебе к Богу истинному. Аминь.